Добрый день, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Приветствую вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Темой нашей сегодняшней дискуссии – влияние строительства афганского канала Куштепа на водный баланс в Центральной Азии, особенно на водообеспечение в странах Низовья реки Амударья. Строительство этого канала вызвало реальное беспокойство в Узбекистане, в Туркменистане, в странах Центральной Азии. Наверняка это обеспокоенность обоснованная, учитывая глобальное изменение климата, частые засухи, заметное снижение уровня вод в наших реках. Так ли это на самом деле и что необходимо сделать для того, чтобы снизить риски от отвода воды из Амударьи для стран Низовья? И мы и намерены узнать от наших уважаемых экспертов, которых я хочу вам представить. Из Казахстана с нами на связи Булат Есекин, эксперт в области экополитики, водных ресурсов и устойчивого развития. Он активно участвует в создании Национальной системы охраны природы в составе Комиссии Верховного Совета Казахстана. Он разрабатывал первый вводный кодекс «Закон об охране окружающей среды», «Закон об экологическом бедствии», «Приоралия», а также руководит национальной системой государственного контроля страны в области охраны водных, земельных и лесных ресурсов и биоразнообразия. Булат Камалбекович – специалист, обладающий огромным опытом и экспертизой в этих областях. Он является международным консультантом в проектах международных институтов, таких как ЕС, ООН, АБР, ЕБРР и другие по вопросам управления водными ресурсами, изменения климата и зеленой экономики в странах Центральной Азии и Кавказа. У нас сегодня из Узбекистана руководитель агентства Международного фонда спасения «Арала» Вадим Соколов, профессионал с огромным опытом работы в области интегрированного управления водными ресурсами и водной безопасности Центральной Азии на Кавказе. Вадим Ильич в течение 12 лет был региональным координатором сети глобального водного партнерства до Центральной Азии и Южного Кавказа и область его профессиональной специализации касается широкого спектра экологических проблем от охраны окружающей среды до гендерной политики, трансграничных вод, управления, стратегического планирования и так далее. И я хочу вам представить, со мной рядом, так, сейчас я наберу камеру, вот с нами сидит уважаемый эксперт из Таджикистана, Хамиджон Абидович Арифов. Хамиджон Абидович, он также является экспертом с огромным бэкграундом, он экс-секретарь Таджикского национального комитета по большим плотинам, он кандидат геоголого-минералогических наук, член-корреспондент Инженерной Академии Республики Таджикистан, сотрудник Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана и также эксперт по вопросам энергетики и водопользования. К нам должен присоединиться эксперт из Кыргызстана, это Раскул Абджакыпович Усубалиев. Он также эксперт с огромным бэкграундом, который 30 лет занимался научной и академической деятельностью, исследователь в области климата, высокогорных зон, таяния ледников, водных ресурсов, член диссертационного совета по защите докторских кандидатских диссертаций при Институте геологии Национальной Академии наук Кыргызстанской Республики. Добро пожаловать, уважаемые эксперты. Спасибо вам за то, что вы нашли время и присоединились к нашей беседе. Уважаемые эксперты, я хочу предоставить слово вам и попросить вам рассказать о ситуации со строительством канала Куштепа и рассказать нам, чем вызвано беспокойство странах Центральной Азии, насколько эти опасения оправданы, опасения, которые были озвучены лидерами стран-регионов, в частности президентом Узбекистана Шавката Мерзиоема на сентябрьской консультативной встрече президента в Душамбе, а также мы много очень читаем в местных СМИ. И мой первый вопрос, уважаемый Владимир Ильич, это вам. Пожалуйста, расскажите нам, с чем связаны эти опасения. Я хотела бы узнать, какие регионы могут пострадать и почему. И затруднится ли в этой связи работа по спасению орала. В каком состоянии эта работа находится, ну и что предпринимается для того, чтобы не допустить ухудшения вопроса водоснабжения. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники. Да, в принципе, о том, что Афганистан начнет увеличивать свой водозабор из реки Амудари, мы, по идее, должны были бы быть готовы, потому что еще в 80-х годах, еще в советское время, когда готовилась схема комплексной использования охраны водных ресурсов реки Амудари и бассейна Аральского моря, были сделаны предварительные расчеты, что Афганистан со временем с 3 кубокилометров своего водозабора доведет, может довести его порядка до 13 кубокилометров. И мы, по идее, должны были быть готовы к этому, но вот с марта прошлого года Афганистан начал, так сказать, копать этот канал. Более того, они там, на самом деле, работают достаточно опытные профессиональные инженеры на этой стройке, то есть они знают, что делать и как делать. Уже недавно, вот буквально недели две назад, была информация, что они завершили само головное сооружение, там 14 пролетов, через которые они будут, так сказать, забирать воду. Но строительство канала рассчитано на несколько лет, но к данному моменту, вот уже, считайте, почти полтора года, да, они работают, уже около 100 километров канал прорыт. По информации, которая у нас есть, они предполагают, значит, освоить в трех провинциях Северного Афганистана более 500 тысяч гектаров земель, значит, суммарный водозабор может составить от 6 до 10 кубокилометров, то есть это более 15% стока реки Амударьи. Естественно, этот отбор, он скажется на всех нижележащих территориях, поскольку уже сегодня водный стресс в бассейне Амударьи нарастает, мы знаем, что в зоне формирования стока у нас около 60% воды, которая в бассейне Амударьи формируется, это таяние снегов, около 25% это ледники, ледники уже начали деградировать, мы эту информацию уже четко знаем, за последние 30 лет около 25% ледники потеряли, так сказать, свою мощность, осадков стало меньше, температура повышается, то есть, в принципе, под воздействием изменения климата мы ожидаем, что уже в ближайшие 10-15-20 лет в бассейне Амударьи снизятся, так сказать, располагаемые водные ресурсы порядка тоже где-то процентов на 10. Значит, с учетом отбора Афганистана, если они полностью осуществлят вот этот проект, естественно, значит, наша водообеспеченность, основных двух стран, это Туркменистан и Узбекистан, по течению Амудари, значит, вот этот дефицит, он отразится, конечно, на наших территориях. И самое страшное, что вот в самом конце реки Амудари находится южная часть зоны, так сказать, экологической катастрофы Орала, там у нас от Оральского моря осталась западная часть, которую мы делим с Казахстаном сегодня. И остались несколько, около 12 водоемов, мы их называем малые водоемы в дельте реки Амудари. Часть из них – это бывшие заливы Аральского моря, это вот система озер Судочья, которая в прошлом году Узбекистан включил в Рамсарскую конвенцию как водноболотные угодья, которые присмотрели, так сказать, перелетные птицы, которые мигрируют с юга на север, и они здесь два раза в год останавливаются. И наши экспедиции, вот ежегодно мы два раза в год проводим экспедиции, считаем этих птичек. За последние 10 лет мы здесь зафиксировали около 230 видов птиц, которые мигрируют. Очень большие прилетают семьи фламинго. В 2014 году мы здесь зафиксировались, около 7 тысяч голов фламинго, и они даже здесь откладывали яйца. Поэтому, кроме того, в южной части приорали, живет, сегодня уже проживает около 2 миллионов человек, значит, им надо здесь жить, им надо пить, им надо работать. Здесь достаточно развитая ирригационная система, то есть орошаемое земледелие. Здесь у нас достаточно прилично развиваются различные виды промышленности. Здесь и содовый завод, и химические производства. И на дне орала нашли газ, значит, с 2008 года, ведутся разведки газа. Поэтому здесь два газоперелобачных завода уже построены. Здесь развивается строительная индустрия, то есть производство строительных материалов и так далее. Поэтому вода – основа всего. И самое главное, вода – это основа устойчивости экосистем. И я хочу вам сказать, что фонд орала, который я сегодня представляю, мы уже 30 лет существуем и 30 лет работаем. До сих пор ситуация с экосистемами орала нестабилизирована. То есть ситуация нестабильная. Более того, западный орал все еще мелеет. Вот в этом году, по данным метеостанции Актамсук, узбекского гидромета, с января по сентябрь месяц уровень воды в западном орале только за этот вот, за 9 месяцев упал на 60 сантиметров. То есть деградация все еще происходит. И происходит в основном из-за того, что зона приорали недополучает. Уже последние 7 лет мы недополучаем положенную вот по той же схеме, о которой я говорил. Значит, принципы вододеления были заложены вот в той схеме 87-го года. И согласно вододелению, около 3 кубокилометров по Амударе должно притекать в эту зону как раз вот для нужд экосистем, то есть вот тех водоемов, оставшихся которые есть, для их стабильности. Значит, мы сделали оценку. На сегодняшний день потребность вот этих оставшихся водоемов составляет от 3,5 до 5 кубокилометров в год. Плюс около 2 кубокилометров нам воды нужна для поддержания западного орала, который, как я говорю, все еще уменьшается. За последние 7 лет, к сожалению, вот в эту зону притекало не более 2 кубокилометров. То есть от где-то 50-60% от той потребности, которая нужна. Поэтому все еще все водоемы деградируют. Водная поверхность и объем воды уменьшается, минерализация повышается, биоразнообразие все еще деградирует. Поэтому вот то, что сегодня происходит с афганским каналом, значит, вот этот кризис, он еще больше обострит. То есть вот реальная ситуация, которую мы на сегодняшний день имеем. И действительно, я думаю, что средства массоинформации, может быть, чрезмерно сгущают краски, хотя я считаю, что определенная доля истины в этом есть, потому что, я еще раз говорю, мы уже сегодня сталкиваемся с проблемами, и эти проблемы вот из-за этого канала, они, конечно, возрастут, потому что еще на 15% сократится, так сказать, сток. Тогда вообще можно будет практически забыть о том притоке, который нам нужен именно вот экосистем. Да, спасибо большое. Это печальная картина, но она, конечно, такая реальная, и мы видим, что во всем мире из-за глобального изменения, и мы на своем примере... Ситуация с реками... У меня вопрос к эксперту из Таджикистана, Амиджону Абидовичу. Я сейчас вас... Переведу камеру на вас, но я вот рядом со мной сиди, сейчас я сделаю так, чтобы и вас было... Прошу, извините, идите сюда. Идите сюда. Я хочу спросить, вот Афганистан все-таки, ведь полное право имеет забирать эту воду из Амидарьи. Насколько я понимаю из открытых источников, часть реки Амидарьи формируется и на территории северной части Афганистана. Однако проблема, наверное, заключается в том, что эта страна не подписывала международные соглашения, участниками которого являются все остальные страны Центральной Азии. Так ли это на самом деле? Я хотела узнать подробности о том, насколько технологично это строительство идет и с чем связаны опасения. Говорят, что они пользуются старыми технологиями, будет фильтрация воды огромная и так далее. Пожалуйста. Абидович, вам спасибо. Я хотел бы присоединиться к той мысли, к которой Соколов сказал, что это же то, что они будут отбирать воду, это не сегодня же вдруг свалилось. Это у них планы были, и это Кош-Типа, это старый проект. Они просто вернулись, потому что возможность такая появилась. А тут такой как бы вопрос неоднозначный в том смысле, что вот Вадим говорил, что по расчетам будет не хватать воды. И орал милеет, значит, высыхает, попросту говоря. Его уничтожает кто? Ну, мы люди, конечно, уничтожаем. Значит, я думаю, что сейчас будет как бы вот эти государства, Низуев, в основном это касается, конечно, Туркменистана и Узбекистана, они будут недополучать против тех расчетов, которые у них были. Ну, значит, расчеты были неверные, я так думаю. А с точки зрения того, что имеет ли право Афганистан отбирать воду? Ну, конечно, имеет право. Он берет на развитие. Мы знаем, что это тоже публикуют сейчас, что у них экологические трудные, у них экологические бедствия фактически, потому что это война, это блокада со всех сторон, террористически как бы считается организацией, им не хватает явно продукта питания. Мы сейчас говорим о экологических последствиях, которые, значит, вот в Арале, они были, будут как бы усугубляться. Ну, так не афганцы же высушили этот Арал. Вот так много отбирали, чтобы пришли к такому положению. Поэтому я думаю, что с точки зрения формальной, что ли, Афганистан имеет полное право на отбор воды для своих нужд. Это и резолюция ООН была в свое время такая, которая говорила о том, что каждое государство имеет право на использование своих ресурсов и богатств. Вода – это ресурс. Поэтому дело в том, что вот мы говорили о том, что кого это больше всего касается, те и должны беспокоиться. Правильно, что, как вы сказали, до этого, что делегация поехала с Афганистаном, пытаются договориться. Надо договариваться, надо обговаривать условия. И вот те аппетиты, которые открылись при разработке, при освоении вод Амудари, их надо просто уменьшить. Если климатические изменения будут двигаться, развиваться в таком же направлении, сохранится такая же тенденция, да, это может сказаться, безусловно, это скажется на том, что воды будет меньше. И надо будет, значит, тем, кто больше всех отбирал воду, тем и позаботиться о том, что, значит, надо больше экономить, надо переходить на более разумные технологии, водозаберегающие. А другого выхода я просто не вижу. Спасибо. Да, и позаботиться нужно не только, наверное, странам, которые забирают, но и всем, потому что, что происходит в наших странах, видим воочию. У меня, знаете, еще какой вопрос есть? Вот я читала статью, она, кстати, есть на нашем сайте, там говорится о том, что ледники будут таять и до 50-го года, и это может увеличить ток рек в Амударии в том числе. Вот как это коррелируется, да, потому что вот время о том, что Амудария, она становится, обмельчает и так далее, ну вот таяния ледников, они происходят каким образом? Я не знаю, кому этот вопрос. Я, наверное, думаю, что это вопрос к господину Усубалиеву. Русскулап Джекопович, приветствую вас, спасибо, что вы присоединились к нашей беседе. Пожалуйста, ваши прогнозы, как это повлияет на страны Верховья и какие у вас есть прогнозы по этому поводу? Вам слово. Спасибо. Мы вас слышим, да? Слышно, да, Вильям? Да, да, да. Ну, действительно, страны Верховья страна, такие как, в особенности, Киргизия и Таджикистан, они обладают действительно мощным современным олевнением. К сожалению, в связи с глобальным потоплением климата, ледники в горных регионах в Центральной Азии, естественно, сильно деградируются. Особенно вот в последние годы она усиливается. Это связано, конечно, как я сказал, с потеплением климата, а также антропогенным влиянием, скажем, загрязнением ледников наших. Они вот, как правило, после деградации или после отступания ледников поверхность ледника тоже сильно замаринывается, а это же дополнительно нагревает ледники, и они усиливают этот процесс. Поэтому прогноз на будущее очень нехороший получается. Если сохранится такая тема, это не лучшее бы приведет нас в отношении сохранности ледников. Что касается водообеспеченности верховья верхних стран, конечно, верхние страны не так сильно страдают в этом отношении. В основном, это касается нежележащих стран, таких как Узбекистан, Казахстан, и, в том числе, наверное, и Афганистан. Сейчас территория у них тоже находится в нижней зоне, кроме их самой восточной, частей страны. Поэтому, естественно, когда идет деградация ледников, водоотдача с ледников тоже изменяется. Изменяется в будущем, она начинает снижаться. Пока этот показатель не очень негативен, в настоящее время всем известно, что ледники с ледников воздаются максимальной водоотдача с ледников, как с Памиро, так и с Теншаня. Но это сохраняется, эта тенденция, этот показатель долго не передерживается. По нашим прогнозам, ледники, допустим, ледниковоустокс, ледниковоустокс, начинает уменьшаться где-то после 40-х, 50-х годов, в зависимости от региона или месторождение ледника в конкретном регионе, в том или ином речном бассейне. Поэтому, если вот в настоящее время участвует уже еще одна страна в вододелении основных речных рек в Центральной Азии с Эрдаремдаре, в особенности мы разговариваем о Амударе, это приведет уже к дополнительному водопотреблению как в отдельности, как однострана, то есть сейчас как минимум. Поэтому это уже сильно сказывается на другие страны, которые до этого они не ощущали вот 5 центральных стран. Это уже проблема создается, конечно. А ледники, конечно, тоже вода дальше с ледников ведет, но это уже существенную роль не играет в водораспределении вот нижего страна. И здесь уже дополнительно еще один игрок играет, это роль играет здесь в водопотреблении. А как я уже говорил, ну, скажем, в 50-м году уже с ледников водоотдача постепенно начинает уменьшаться. Мы уже ощущаем уже некоторые второстепенные речные бассейны или там отдельно самостоятельные речные бассейны уже без ледников или там осталось очень малый касси ледников. То есть нехватка вода с ледников уже ощущается в некоторых регионах Центральной Азии как региональной масштабы, так и внутри отдельных стран. Есть такие речные бассейны, которые уже с тесновением с ледников особенно вегетационный период нужно ледников из того же. Они уже не отдают такое количество воды, как раньше подавали. Такая же картина в целом для региона Центральной Азии. Если сохранить себя пенеса, естественно будет такая картина наблюдаться в нашем регионе в ближайшие десятилетия. Вот такой прогноз мы даем это. Спасибо большое. У меня вопрос ко всем. Означает ли это, что нужно менять международные протоколы и туда нужно привлекать афганское правительство к подписанию этих рамочных протоколов? И второй вопрос ко всем. Возможно ли, что все опасения касаются больше вопросов взаимодействия именно с нынешним афганским правительством талибов или это не имеет значения? Пожалуйста, кто ответит на этот вопрос? Можно, да? Пожалуйста, Вадим Ильич. Ну, я хотел бы вот напомнить, что у нас было с Афганистаном одно один юридический документ официально подписанный. Это 18 января 1958 года между СССР и государством Афганистан было подписано соглашение о режиме советско-афганской государственной границы. Значит, вот в этом соглашении был специальный раздел номер два, который был посвящен пограничным водам. И там в этом договоре были специальные статьи, которые оговаривали взаимные обязательства по сохранению и поддержанию рек в нормальном состоянии, о том, что если какая-то сторона начнет строительство мостов, каких-то каналов, водозаборов и так далее, она должна уведомлять другую сторону. Но проблема в том, что Советского Союза уже нет, в Афганистане с тех пор спенилось уже более десятка правительств, руководства, поэтому говорить о том, что это соглашение, да, оно было, то есть там были прописаны принципы, которые в то время работали, но ни наши страны, ни Афганистан сегодня не являются правоприемниками того соглашения, поэтому сегодня уже Узбекистан начал активно в этом направлении работать, потому что мы видим, что даже ООНовские организации практически не работают сегодня с действующим правительством, которые есть в Афганистане, с тем режимом, я не знаю, как можно его назвать, но в общем по-любому есть страна, есть народ, у этого народа есть какое-то руководство, поэтому по-любому если мы хотим найти нормальные взаимоотношения, значит нам нужно искать подходы, нужно включать, поэтому в этом году уже два раза официальные делегации Узбекистана посетили Афганистан, вот в воскресенье 27 октября, 25 человек, в том числе там три министра было, министры иностранных дел, водного хозяйства, сельскохозяйства посетили Афганистан, договорились, что в ближайшее время группа специалистов с Афганистана к нам приедет и начнутся конкретные разговоры о том, каким образом нам строить взаимоотношения. Я хочу четко сказать, что руководство Узбекистана моей страны по отношению ко всем соседям и братским, так сказать, нашим республикам, с которыми мы уже много лет вместе живем. Одна единственная политика. Мы считаем, что наши соседи должны быть богатыми и сытыми. То есть, если наш сосед будет бедный и голодный, это может создавать нам только проблемы. Поэтому мы готовы и мы будем искать все возможные пути для того, чтобы строить максимально добрососедские взаимоотношения, в том числе и с Афганистаном, даже с действующим режимом, правительством, который, может быть, не всеми признается. Но я еще раз говорю, если мы хотим нормальных отношений, поэтому мы должны строить такие мосты и искать эти возможности. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы начнем продвигать идею, что нам каким-то образом, во-первых, надо Афганистан, у нас есть Международный фонд спасения Орала, как платформа для сотрудничества, у нас есть Межгосударственное водохозяйство и комиссия Центральной Азии. Каким-то образом нам надо будет подключать по-любому афганскую сторону для того, чтобы она была вовлечена в эту деятельность. Каким-то образом нам по-любому надо будет юридически оформлять наши взаимоотношения то есть какого-то вида какие-то соглашения нам надо будет. Потому что еще раз вот все международные существующие конвенции, ООНовские и так далее и весь опыт взаимоотношений по трансграничным бассейнам показывает, что любая сторона имеет право брать воду из трансграничной реки. Единственное, что она не имеет права, это она не имеет права туда сбрасывать отходы и загрязнять. Вот это уже, так сказать, а насчет водозаборов ограничений определенных нету, поэтому но желательно все-таки со своими соседями иметь какие-то юридически обоснованные документы, где попытаться прописать как бы взаимовыгодное устраивающее все стороны взаимное поведение и совместные действия. Вот в этом плане я считаю, что мы все вместе должны работать. Спасибо большое. Булат, вы хотели добавить, я вот еще вижу Шерзот Насыров, он говорит, что основная проблема это планирование состояния ирогационной системы, вопросы доставки воды на новые освоенные земли, и также вопросы с технологиями водоснабжения. Вот если вы добавляете, я, пожалуйста, вам сразу вопрос о том, как же обстоят дела, например, в Казахстане с технологиями по водообеспечению, поливу и так далее. Пожалуйста, вам слово. Слово я буду говорить в целом по региону, потому что для всех тех, кто занимается в сфере экологии, там нет национальных или ведомственных границ. И в связи с этим я даже скажу это дело, вот как было, есть прозвучало, что это дело тех стран, которые пострадают от этого, на самом деле нет, это дело всего региона, это первое. Потому что если будет меньше воды в Амударье, значит, будет увеличен забор с Амударьи. И вообще как бы сейчас есть дело не в том, что есть ли правовые соглашения, как они выполняют или какие будут новые правовые соглашения, сегодня во всем мире, даже на уровне ООН признается, что международное право сегодня находится в большом кризисе. То есть оно уже перестает действовать. Об этом свидетельствуют конфликты, войны и так далее. Тем более для таких стран, которые прошли войну, для них вот эти правовые инструменты это просто не самый главный инструмент для их политик. Поэтому здесь и вопрос не в том, что имеют ли право они взять или не имеют право, а в том, что у нас в целом ситуация с водой Центральная Азия, почему говорю Центральная Азия, потому что единый замкнутый бассейн, мы все живем в одном доме, в одной экосистеме. И нарушения, какие-либо нарушения в одной стране, они будут вызывать нарушения в целом по региону. Я недавно делал доклад по Бахашу, назвал пример, что например город Алматы, Алматинская область влезет часть Бахашков бассейна, и они как бы считают, что проблема Бахаша их не касается. На самом деле, поскольку не ходят в одном бассейне, то гибель Бахаша это как червоз печени, он вызовет гибель всей экосистемы, включая Алматинскую область, город Алматы и ее водные ресурсы и так далее. Поэтому здесь вот наше сотрудничество в Центральной Азии, оно должно исходить из того, что у нас есть общие ресурсы, общие проблемы, такие, связанные с таянием ледников, это факт, и такие, связанные с быстрым изменением климата. И мы должны сегодня отходить от прежних стратегий, которых сегодня мы еще пытаемся придерживаться, вот говорят технологии или там улучшение планирования, и эти такие меры уже ничего не дают. Нам нужны кардинальные новые решения, которые будут принимать во внимание совершенно новые обстоятельства, которые сегодня мы уже видим и особенно будут завтра. То есть у нас будет очень жесткий дефицит воды, связанные с ним все остальные конфликты, такие как сокращение подовольствия, голод, миграции, болезни и так далее. Это будет касаться всех стран региона. Поэтому нам необходимо в целом вместе с Афганистаном сесть, посмотреть вот эти все прогнозы, а прогнозы, которые сегодня делают ученые и делали международные организации, они все оказываются оптимистичны. Самые худшие прогнозы оказались, что изменения негативные идут быстрее, чем все эти прогнозы. И сегодня уже все климатологи, экологи, водники говорят, что в следующий год будет еще более сложный в плане особенно дефицита воды. Дефицит воды это главная проблема стран Центральной Азии. И когда говорят, что воды достаточно, я тоже могу сказать, что воды достаточно, но мы нарушили природные водные циклы. Вот был доклад недавно Стокгольмского института устойчивости, который показал, что мы 6 из 9 природных процессов, которые регулируют и поддерживают жизнь на земле, мы уже нарушили. То есть мы нарушаем природные процессы, которые тысячи, сотни тысяч лет поддерживали климат, влажность, температуру и все вообще в целом биологическую жизнь на земле. Мы их нарушили. Вот этот процесс начался в необратимых изменениях. И Центральная Азия является одним из регионов, который наибольшей степени будет страдать и испытывать негативные последствия от этих всех глобальных изменений. Глобальные изменения связаны не с тем, что кто-то в Америке или в Европе выбрасывает парниковые газы, а в том, что мы своими локальными действиями в каждой стране, независимо от того, что маленькая и большая страна, мы нарушаем природные процессы тем, что нарушаем естественно режимы рек, мы строим плотины, гэсы, забираем воду на регацию, загрязняем воду. Вот эти все наши действия приводят тому, что мы сегодня уже нарушили по факту вот этот глобальный природный процесс и один из самых главных это глобальные водные циклы. То есть глобальные водные циклы являются основой климата, основой водоснабжения, основой поддержания температуры, влажности почвы, плодородия, земель и так далее. Мы их сегодня нарушили. Поэтому нам нужно, если мы поставим вопрос таким образом, то нам нужно вместе со всеми странами, которые находятся в одном бассейне, включая Афганистан, сесть и посмотреть, что сегодня можно сделать, какие стратегии приемлем, потому что то, что Афганистан, строя канал, он тем самым усугубляет ситуацию. Он усугубляет ситуацию не для нас, а для себя в первую очередь тоже. Поэтому вот это решение канал, когда мы последними своими действиями просто разрушим все вот эти процессы, которые важны, жизненно важны для народа в Центральной Азии, мы тем самым просто усугубляем эти вещи и приводим к тому, что мы ускоряем эти вещи. Поэтому, когда говорят, смотрите, в Италии в этом году одновременно был введен правительством режим ЧС по засухе, когда они запретили брать воду на фонтаны, на полив воды и так далее, на полив газонов и затем жесточайшее наводнение. То есть, разве не говорит, или в Австралии в течение 24 часов был одновременно и мощнейший пожар и затем мощнейший наводнение. То есть, мы нарушили, дело здесь уже не в том, что количество воды, мне говорил кто-то из водников, что количество воды на Земле как бы прежним, то есть, никуда не исчезает. Но мы нарушили вот этот весь равномерный природный процесс, поэтому здесь дело не в том, что достаточно воды в пересчете на одного человека или на один гектар или на квадратный метр или на ВВП, а в том, что мы сегодня эта вода становится просто не то, чтобы перестает выполнять полезные функции для человека, для здоровья, для экономики, она начинает просто разрушать все то, что создано человечеством. Поэтому выход один садиться и смотреть новые стратегии, включая то, чтобы прекращать использование, продолжение политик, производство водоемких культур, потому что на них уже не будет никакой возможности. Или это делать заблаговременно и совместно, или это делать в условиях уже как бы жесткой конфликтной необходимости. Такие вот вопросы нужно смотреть. Поэтому здесь надо полностью пересматривать политики, особенно использования воды, во всех странах Центральной Азии. То, что сегодня Кыргызстан наращивает строительство ГЭСов или Казахстан увеличит количество водохранилищ, думая, что они тем самым готовятся к адаптации к изменению климата. Нет, мы тем самым ухудшаем ситуацию, мы ухудшаем процессы, которые поддерживают жизнь. Еще раз повторяю, природные процессы, естественный режим рек, водные циклы являются основой, более надежной основой водообеспечения экономики, здоровья и природных экосистем. Поэтому здесь вопрос стоит такой, что мы должны сесть совместно и думать о том, каким образом мы можем действовать в будущем. Учитывая все прогнозы, учитывая все наблюдения климатологов, тех, кто сидит за ледниками, те, кто занимается экономическими планированиями и так далее. И решать, каким образом мы можем выживать уже в этих условиях ограниченных водных ресурсов, изменения климата и изменения вот этих всех водных процессов. Лола, можно занять еще несколько минут? Если позвольте, я хотел бы показать несколько слайдов. Конечно, конечно. можно. Видно, да? Видно. Значит, это вот то, что мы сегодня имеем, так сказать, вот, каким орал был в начале 60-х годах и вот то, что мы сегодня имеем. оставшиеся водоемы, это северный орал на территории Казахстана. Причем, как вы знаете, Кокорайская плотина была построена с учетом, что в северном орале максимальная отметка должна быть 42,5. Вот сегодня она там менее 41 метра. Западный орал, как я уже сказал, все время падает каждый год и сегодня отметка его на 19,6. В центральной части там то появляется маленькая лужа, то исчезает. И вот то, что в дельте амудари, да, вот то, что я сказал, у нас здесь несколько водоемов, вот они здесь на этой схеме показаны, это на карте они показаны, показана схема, как они питаются. В основном эти водоемы питаются за счет коллекторно-дренажной воды, которая к ним притекает. То есть чистой речной воды практически к ним не поступает. Теперь вот мы уже более 40 лет говорим о катастрофе орала, но до сих пор у нас нет мониторинга реального, в реальном времени инструментального мониторинга. Вот единственное, что делает у нас научно-информационный центр МКВК, они раз в три месяца обрабатывают космические снимки и по космическим снимкам вот публикуют каждые три месяца информацию о площади водной поверхности вот этих водоемов. Вот здесь вот видно, да, я показал динамику за последние 12 лет, видно, что все озера, все водоемы нестабильны, западный орал динамика прямо он снижается, площадь воды, то есть мы видим, что ситуация действительно нестабильная до сих пор. И, как я сказал, вот оценка, которая была сделана нами два года назад при поддержке ПРООН, значит, мы сделали оценку, сколько воды нам нужно для того, чтобы в стабильном состоянии находились эти водоемы. вот для Дельта Амудари нам три с половиной где-то до пяти кубокилометров в год, с учетом западного орала, которому около двух кубокилометров в год необходим для того, чтобы он был стабильным. И вот реальная ситуация, опять-таки, по информации БВА Амударья и Ницам КВК, за последние 12 лет сколько воды в эту зону в Южной приорале притекло. Значит, вот как я показал, нам надо как минимум три с половиной кубокилометра, вот последние шесть лет менее двух кубокилометров в год воды сюда притекает. То есть, о какой стабильности мы можем вести речь. Поэтому Булат прав, что ситуация деградирует и вот то, что сегодня Афганистан планирует, действительно, это нам необходимо искать путей для конструктивного сотрудничества с Афганистаном, начиная от консультации с ними, обмена информацией, вот самое главное, потому что мы сегодня не имеем полной информации, то есть полной картинки, что же там они строят, вплоть до того, что, может быть, нам оказывать им техническое содействие для того, чтобы более эффективно реализовывать этот проект. Нам нужно тщательно проанализировать имеющиеся проектные документы, на основании которых они эту стройку начали. Как по самому каналу, по площадям, канал-то не отрубит, а дальше вопрос будет, как они эту воду начнут использовать. И здесь надо нам тоже внимательно посмотреть, что за земли они собираются поливать с помощью этой воды. Это будет самотеком или машинное орошение. Какое подородие у этих земель, какой там будет состав культур. Самое главное, есть ли у них инфраструктура для сельхозпроизводства, логистика и так далее. В этом плане, я думаю, у нас масса целый круг вопросов, которые нам покажут уже сегодня предметно, в каком плане, по кем вопросам мы должны с ними сотрудничать. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Вы уже говорите о том, что уже нужно делать. Конечно же, в первую очередь, как бы мы не хотели говорить о том, что это правительство талибов, оно террористическое, признанное террористами где-то, но сотрудничать необходимо. И вот Булат говорил о том, что нужно менять подходы, нужно менять подходы и принимать какие-то решения. Готовы ли страны к этому и что необходимо делать в первую очередь в краткосрочной перспективе. Вадим, вы уже сказали, вот вам слово, что же еще необходимо предпринимать, чтобы делать о глобальных процессах, они, конечно, полезны. Поговорить надо, но дело в том, что мы находимся на разных уровнях. Вот запросы, скажем, общерегиональные, они одни, но у Афганистана сегодня насущные проблемы. Им сейчас не до общих рассуждений о экологических последствиях. Им надо дать воду, и они ее возьмут, хотим этого или не хотим. что мы сейчас им подсказать, должны сделать и что скажем, что ребята, что мы придумали, мы воду не будем, что ли? Нет. Они скажут, мы возьмем столько, сколько надо, мы будем изучать вопрос, мы достигнем такого уровня, понимаем, как у вас, и тогда у нас будет как бы на одной базе решение. А так получается, мы им расскажем о общих экологических проблемах, о том, что вот у нас там фламинго не будет садиться, или яйца не будут вносить. Понимаете, это разные вещи. Надо делать анализ, исходя из того, а какие у нас объективные данные. Вот мы говорим про тайны ледников. Я этим занимался тоже, у нас есть центр, значит, в Таджикистане я с ними сотрудничал, два года работал. Дело в том, что мы сейчас даже в Таджикистане не можем поставить мониторник за ледниками таким образом, чтобы сказать, что да, вот здесь мы о чем рассудим? Количество ледников уменьшилось, если по количеству, да, но не меньше стало, и больше стало, просто раздробились. нас-то не это интересует, нас интересует сколько воды там осталось, а объемы мы считать не научим. делать, то есть мы сейчас как бы вот рассуждение о том, сколько у нас воды осталось, сколько еще там, какие прогнозы делать, мы делаем их, ну, так сказать, некорректно, не на хорошую научную базу, и делать такие выводы, которые бы позволили нам сесть, посчитать, пересчитать, ребята, афганцы, давайте, вы все-таки это, вот мы вам поможем, вы там что-то не так делаете, пожалуйста, идите, кто против? Поэтому я думаю, что очень, вот на первом этапе очень правильно поступает узбекское правительство, что едет, договариваться. Надо договариваться, надо решать сиюминутные, вот текущие проблемы Афганистана. А потом по времени, да, когда накопится огромный материал, можно быть на другом уровне решать. В советское время что мы делали? Какие, ну, какие вот, вот вы одном из соглашений по пограничной реке. Российские исследователи, я недавно смотрел, очень обстоятельно публикацию, там большой коллектив, они говорят о договоре 46-го года между СССР и Афганистаном. Там о 9 кубок километрах решило. Мы сейчас и на больше. Это догадки, это пока долго. не слышно вас. Специалисты поедут и окажутся содействие. Кто против? Конечно, надо помогать им, конечно, разбираться, но у них сегодня проблема номер 1 дать воду. У них надо людей как-то отвлечь от этого опиума. Опиумы плантации, люди зарабатывали на этом, а сейчас чем они зарабатывают? Им надо кормить людей, поэтому я думаю, что на первом этапе они построят этот канал, построят, хотим мы того, не хотим, просто близить их к своему уровню. Уровень, например, Центральной Азии, Узбекистана, он выше, чем уровень развития даже в Таджикистане. А что говорить об Афганистане? Кто-то сказал из вас, что удельные нормы потребления, они как бы ни о чем, они очень о многом говорят. Одно дело, сколько воду забирают в низовье наших два государства и сколько Афганистан. По тем данным, которые есть, ну это же 130 раз Турменистан больше берет воды удельной нормы, например, Афганистан. Но это же несопоставимая вещь. Это надо все иметь ввиду, это не просто рассуждение. Сейчас получается у нас рассуждение людей, которые находятся на разных социальных уровнях. Это, это, я думаю, что все, что мы говорим, полезно и для Афганистана, и для нас, но надо исходить из реальности, из текущих потребностей. мне кажется, все-таки более реально подходить к этим вещам, чем общие философские рассуждения. вот этих природных процессов, которые поддерживают жизнь на земле и климат, уже будут в этом десятилетии. То есть в этом десятилетии. И мы сейчас не можем говорить, что вот пусть они возьмут воды и достигнут нашего уровня, и потом на паритетных основах, с равными, скажем, какими-то технологиями и бюджетами будем говорить. Не получится этого. Это такой же разговор был уже 30 лет идет на уровне ООН, когда африканские страны, или Индия, или Китай говорят западным странам, что вы достигли своего благосостояния, не мешайте теперь нам достигать. Поскольку есть физические ограничения, связанные с планетарными пределами планеты Земля. И неважно для планеты Земля кто сколько успел забрать, как, например, для дерева, корнями которого мы питаемся, приведу пример. Есть дерево, условно говоря, планета Земля, которое питает нас древесиной, плодами, кислородом, лекарствами и так далее. И мы у него поуничтожали ветки, плоды и добрались до корней. И вот появилось еще какие-нибудь новые государства или там, скажем, развивающие страны, которые говорят, мы свое не взяли, мы должны забрать последнее все, что осталось, это вот последние корни у этого дерева. И все понимают, что дерево погибнет. И погибнут все, потому что они потеряют полностью как бы не то что средства жизни, а потеряют вообще возможность для сохранения биологического жизни на Земле. Вот об этом речь, такая постановка. Не о том, что скажем, пусть каждый свою долю возьмет и потом сядет и будем говорить. Нет у нас такой же возможности. У нас нет времени раз, у нас у природы, у планеты нет уже таких возможностей. Они исчерпаны. Они исчерпаны. Об этом говорят концепции экоследа, концепции планетарных границ и так далее. Посмотрите эти доклады. То есть мы делаем не в том, что, говорит Вадим, поехать и помогать им копать канал. Нет, нельзя копать канал уже ни в коем случае. Это последние корни, которые поддерживают жить на планете, особенно в регионе Центральной Азии, который является наиболее уязвимым из всех регионов на планете, наиболее уязвимым в плане климата, в плане воды и так далее. То есть нельзя допускать. Что можно делать? Садиться надо на переговоры, да, всем странам и говорить, давайте мы посмотрим, каким образом сокращающее количество водных ресурсов с учетом изменения климата, повышения температуры, увеличения засух, мы можем использовать где, в каком месте и потом это совместно на справедливой основе делить между всеми странами. Чем каждому копать каналы, каждому строить водохранилище и каждому увеличивать плотины и дамбы, тем самым ухудшать ситуацию общую. Понимаете? Есть вот это как бы такой теоретический вариант, когда мы говорим, то есть говорим, давайте посмотрим, какова целесообразность и экономическая полезность, ценность и экологические последствия от того, чтобы сделать и канал, еще один канал на территории Афганистана. И какие там есть возможности для того, чтобы эту воду проектировать. Если нет, то пропустите эту воду вниз. Тот же в Афганистан, в Туркменистан, в Казахстан. И там получаете вы совместно вот это, получаете выгоды больше, чем вы получили бы на своей территории, при этом не нарушая, вот скажем, последние вот эти основания для сохранения устойчивости. Я недавно делал доклад для, было заседание МКУР, последняя комиссия по устойчивому развитию при МФСА, где они говорили, вот надо нам план, действий и так далее. Я потом специально сделал запись на Ютубе, поместил ее, я заслал ее всем, показал, что задача сегодня стран Центральной Азии, и это задача в основном МКУРа, а не МФСА, в том, чтобы они определили, каким образом мы можем сегодня сохранять и восстановить оставшиеся экосистемы, которые сегодня поддерживают жизнь благополучия. Они, островки, то, что говорит Вадим, вот это, судочие и так далее, остаточные водоемы, остаточные экосистемы, пойменные леса, значит, горные леса и так далее, водоболотные угодья. То есть, вот эта задача, которая касается, в первую очередь, стран Центральной Азии, это дело здесь не в том, что, скажем, давайте договариваться, кто сколько еще оторвет кусок от этого, значит, от природных, природной основы, которая поддерживает жизнь на Земле, и особенно в Центральной Азии. Поэтому, теоретически, вариант такой есть. То есть, мы садимся вместе, смотрим, что, где наиболее продуктивным образом использовать воду, землю, энергию, каким образом это все делить, то есть, как общее хозяйство, невзирая на то, что где на границе административные, ведомственные, там, энергетические, водные и так далее. То есть, это теоретический вариант. Реально, конечно, практически, я понимаю, сложный. Я вот сегодня в переписке у нас региональной водной платформы из Центральной Азии написал, что хорошо было бы пригласить сюда международных посредников, потому что многие главы государств Центральной Азии, и Туркменистан, и Лазарькистан, и Казахстан в свое время, и Кыргызстан, говорили, что мы бы хотели, чтобы фонды спасения Райского моря придали статус ООН. Это означает, что появляется как бы нейтральная сторона, которая поддерживает это сотрудничество, экспертизу и доверие, чтобы как бы все понимали, что да, здесь есть какая-то международная экспертиза и так далее. И, конечно, вот эти все новосты, изменения, такие как реформирование МФСА и так далее, должны вестись, или там вот то, что Казахстан предлагает водоэнергетическим консорциумом, они должны предлагаться не в виде какого-то устава этого консорциума или нового структуры МФСА, они должны предлагаться вместе с программой детальной, которая показывает все выгоды, убытки, потери и возможности для всех стран. И смотреть все варианты, какой вариант наиболее выгоден для того, чтобы сотрудниче перевести вместо вот этого прежнего принципа вододеления, о котором я говорил, что это подход, который работал, когда хватает воды. Когда воды нет, то необходимо переходить от вододеления к совместному водопользованию. Это один из главных принципов ИОВР. Поэтому здесь теоретический вариант есть, надо приглашать международных посредников, вместе с ними, кроме вот этих схем МФСА или там консорциума, предлагать полностью схему, каким, где использовать воду, энергию, землю, инфраструктуру, и для того, чтобы была какие-то максимальные выгоды, минимизировать весь ущерб, который будет связан с этим растущими изменениями климата. То есть теоретически есть вариант, как это делать практически, не знаю, или мы просто свалимся в хаос. Да, Булат, с тобой можете отчасти согласиться, но опять-таки вот афганцы начали копать, если мы сейчас, скажем, останови копание, давай сядем и начнем пересматривать, они просто возьмут автоматы и пойдут стрелять, поэтому ты прав, я извиняюсь, ты прав в одном, что сегодня нам нужно полностью поменять подходы к использованию водных ресурсов, потому что я сейчас говорю, вода это ключ ко всему, к устойчивости, к развитию и так далее. Сегодня мы очень нерационально в нашем регионе используем воду, об этом мы уже много раз говорили, вот как нам поменять вот это, вот это большой вопрос, вот именно здесь нам надо сосредоточить, нам надо полностью, сегодня главный потребитель у нас это сельское хозяйство, значит нам надо рассмотреть совершенно новый путь развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, так как мы сегодня ведем сельское хозяйство, его нельзя продолжать, потому что мы себя действительно заведем в тупик, потому что вот то, что да, говорят, климат меняется, Афганистан начал копать, уже сегодня есть дефицит воды, дефицит воды по отношению к чему, дефицит воды надо рассматривать с точки зрения вот именно эффективности использования воды, с точки зрения эффективности использования воды у нас еще нет реального дефицита воды в регионе на самом деле, но если мы будем продолжать вести так же наше хозяйство как сегодня, мы действительно через десяток лет придем в полный тупик, поэтому сегодня надо полностью пересматривать сельскохозяйственную деятельность, здесь нужна какая-то новая революция в сельском хозяйстве, поэтому в этом плане вот нам надо вместе садиться и работать и опять-таки я просто хочу сказать вот у меня как гражданина Узбекистана есть определенные претензии к нашим соседям вот ко всем вам, потому что Узбекистан уже начал свою огромную работу по водосбережению, у нас принята стратегия, у нас за последние три года Узбекистан создал свою внутреннюю промышленность, мы уже у себя производим все водосберегающие около 26 видов водосберегающих технологий, в том числе и капельное рашение и так далее, поэтому у нас если мы, если вы знаете в 20-м году президент утвердил концепцию развития водного хозяйства и поставил задачу к 30-му году оборудовать водосберегающими технологиями 1 миллион, то есть 25% рашаемых площадей Узбекистана, мы это достигли уже в 23-м году 1 миллион за счет того, что мы создали свою промышленность. Значит, в сентябре президент принял новую стратегию Узбекистана 2030 и там уже поставил задачу в 30-м году 2 миллиона, то есть мы идем более быстрыми темпами. В 2018 году в Туркменистане на саммите МФСА наш президент предложил всем давайте на платформе МФСА начнем совместную региональную программу водосбережения. Ни одна страна не поддержала. И до сих пор Казахстан сегодня, вот Южный Казахстан там свою программу вы начали только в прошлом году эту программу по водосбережению. Ни Таджикистан, ни Кыргызстан к нам не присоединился, ни Туркменистан к нам не присоединился. Поэтому у нас очень буксует, даже на той же платформе МФСА у нас сегодня на самом деле реального реальной кооперации, за которую ты сейчас ратуешь, да, Булат, у нас нету реальной кооперации. У нас очень туго идет сотрудничество. Поэтому как вот сейчас в таких условиях, когда даже мы между собой не можем договориться, а тут еще мы хотим афганцев притянуть. Поэтому здесь нам есть над чем самим поработать. И я еще говорю, нас всех спасет в ближайшее время, если мы совместно начнем работать именно над изменением технологии использования воды. Ну и структура водопользования в первую очередь. Ну да. И соответственно мы должны изменить структуру водопользования. Кардинально. Я совершенно согласна со всеми вами. Мы говорим об очень серьезных вещах. И одна из... Лола, у вас звук пропадает. Лола, да, я хотела сказать, что совершенно со всеми с вами согласна, и мы говорим об очень серьезных вещах. И прав и Булат, и прав и Вадим, и прав и Хамеджон Абидович, я с вами со всеми согласна, потому что вопрос очень серьезно стоит. И одна из основных бед, наверное, наших, во-первых, то, что мы не всегда и не слышали, не прислушивались к экологам, это раз, а во-вторых, то, что у нас нет абсолютно никакой кооперации, ни по каким вопросам, я совершенно с этим тоже согласна. Прежде чем продолжить, я бы хотела попросить всех вас заполнить форму по ссылке, которую я скинула в чат, и ответить на несколько вопросов, это займет всего 2-3 минуты, а для нас это очень важно, это для обратной связи и поможет улучшить нам нашу работу. Пожалуйста, участники этой встречи, я прошу вас заполнить эту форму. Раскулад Джакобович, вот вы не высказались, давайте от вас мы хотим услышать, что же можно сделать реально сейчас. Пожалуйста, включите свой микрофон. микрофон, да, пожалуйста, включите его еще раз. Извините, я вас поддерживаю, вышесказанных мнений наших экспертов, действительно, Афганистан для нас это очень неизвестная страна в этом отношении, она новый игрок в этом отношении для вододеления Центральной Азии. Надо учитывать их, конечно, запросы, их желания тоже, я думаю. Только тогда мы можем в мире согласия будем распределять водные ресурсы наших регионов. Естественно, водные ресурсы со временем будут уменьшаться и будет увеличиваться население и экономика региона. Естественно, это дополнительные вододеления надо делать с учетом афганских партнеров наших. Я поддерживаю всех вышесказанных мнений наших экспертов в том плане, что надо их активно подключаться к нашим всяким переговорам, договорам и чтобы с ними были наши полные взаимопонимания в этом отношении. Только тогда мы можем, конечно, правильно распределять воды и правильный подход делать в целом микросистемы нашего региона. Без счета с одной стороны или забываем одну страну, это, конечно, для нас это будет не очень в перспективе приятно и необъективно. Так я считаю. Спасибо. Спасибо большое. У нас сейчас есть возможность участникам этой встречи задать вопросы. Пожалуйста, у кого-то, если есть вопросы, я предлагаю вам их или задать в чат, или поднимите руку, я предоставлю вам слово. Я благодарю Шерзода Насырова, который тоже активно участвует у нас в чате, свои рекомендации дает и так далее. В целом, конечно же, проблема, которая встала перед Центральной Азией, она сейчас в последнее время обсуждается, но вот как вы сказали, что она неожиданная, да, нужно было, наверное, как-то ее ожидать, да, что это все должно было как-то решаться, в какое-то время это встало, но вот оно пришло как раз тогда, когда очень плохая ситуация в целом по климату и по водоснабжению, и совершенно согласна, Вадим, с вами, что технологии, которые у нас есть по поливам и так далее, они не меняются уже много-много лет, и как-то на это все не обращается внимание в наших странах, это очень плохо, но я так, наверное, от себя тоже скажу, наверное, мою рекомендацию, да, было бы очень желательно, чтобы более серьезно это восприняли на высшем уровне и решались эти проблемы, потому что, как мы видим, ситуация в мире, она ухудшается не только политически, но и вот так, как мы видим, наша планета очень сильно страдает. У нас нет больше вопросов, если у вас есть что-то еще сказать, пожалуйста, я могу вам предоставить слово. Если можно. Да, пожалуйста. Как бы, ну, кроме того, что нам надо менять, так сказать, практику использования воды, это мы все вместе пришли к согласию. Второй вопрос, который, вот я считаю, необходимо сегодня ставить и самое главное заразить наших руководителей, нам необходимо пересмотреть схемы комплексного использования Ямудари и Сурдари, потому что то, что было сделано прошло уже более 50 лет, ситуация совершенно изменилась, поэтому вот для того, чтобы нам понять все-таки, где мы сегодня находимся с учетом изменений климата, с учетом вот нарастания, так сказать, и требований и так далее, и так далее, того же Афганистана, необходимо, конечно, пересмотреть, и тогда мы более четко сможем понять принципы, в каком направлении нам сотрудничать, как делить воду, так сказать, и как вот те остатки, которые остались, как их максимально эффективно использовать. И вторая рекомендация, которую я хотел бы дать, используя случаем, что вы все-таки представители средств массовой информации, веб-портал, который пользуется авторитетом, вот у нас сегодня, у меня, как у специалиста, у водника, есть определенные претензии к СМИ. Все-таки СМИ работает сегодня, они стараются демонизировать происходящее, нам надо как-то минимизировать вот эту демонизацию того же, что да, афганцы роют, они роют, потому что им нужно, они хотят выживать, и они не хотят с автоматами к нам идти, поэтому пускай они роют, и надо им в этом помогать, потому что, иначе я говорю, они к нам с автоматами придут, поэтому вот нам надо, чтобы СМИ вот прекратило вот эту демонизацию, а наоборот, искало какие-то более продуктивные, более конструктивные моменты, и как-то более адекватно все это преподносило. Да, проблема есть, обозначили проблему, но надо всех настраивать на более позитивный лад, что все равно, я говорю, мы живем с вами сегодня в такое время, что маленькая искра, и мы, так сказать, из друзей, братьев, соседей можем превратиться не знаю в кого, поэтому вот, чтобы этого не допустить, нам надо, чтобы СМИ более как бы адекватно тоже, так сказать, работало вот в этом плане. Я считаю, что вот такая встреча, как сегодня, она полезна для нас, для всех, потому что мы сегодня обменялись мнениями, и я считаю, что мы должны это продолжить и продолжить именно вот в конструктивном, так сказать, направлении. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Очень полезные рекомендации про СМИ, то, что вы даете особо для нас, потому что мы стараемся работать именно вот в рамках того, чтобы не демонизировать, а проанализировать и давать рекомендации, и я надеюсь, что мы так и продолжим с вами сотрудничать, потому что мне тоже очень нравится формат вот этой беседы, и то, что вы даете свою экспертизу, это очень-очень полезно. Самое главное, больше оптимизма. Вот сегодня у нас, у нас сегодня много пессимизма прозвучало, но я считаю, что нам всем нужно заразиться большим оптимизмом. Я вот хочу на этой оптимистичной ноте, если у Булата нет больше ничего сказать. Давайте я добавлю. Я тому, что говорит Вадим, скажу не или оптимистично, или пессимистично, а реалистично. А реализм в том, что у нас сегодня быстро растет водный дефицит. И мы, страны, даже, скажем, совершенно не осознаем, я имею в виду по реальным действиям, вот эту проблему. Узбекистан как бы здесь двигается на передовой, но те меры, как говорит Вадим, даже их сегодня недостаточно для того, чтобы отреагировать на быстро. То есть мы, наши действия отстают, как бы, проблема растет быстрее, чем наша реакция на них. Это первое. Второе. Значит, это не внутренняя проблема стран Центральной Азии, когда говорят, ну вот пусть Узбекистан едет на переговоры, они как бы там наиболее зависимы нет, и не только всего региона Центральной Азии. Это глобальная мировая проблема. И я думаю, что нам нужно созывать специальную конференцию под эгидой ООН, не знаю, брать каких-то партнеров и всерьез это обсуждать, потому что Афганистан это не шутка. Это же сегодня все понимают, что это такой как бы очень сосед нестабильный. Поэтому здесь необходимо совместно принимать решение, каким образом все мировое сообщество может помогать Афганистану, чтобы он не ускорял вот эту деградацию Аральского бассейна, чтобы он не усиливал водные конфликты, чтобы он потому что ясно уже, что сколько воды он не забрал, он не сможет ее продуктивно использовать так, как нужно, как необходимо, скажем, с хорошим компенсентом полезного действия, с эффективностью и так далее. То есть понятно, что там такого не будет, но решить, сказать, каким образом мировое сообщество, стран Центральной Азии могут помочь Афганистану выбраться из этого и не рубить последние корни, которые остались в бассейне Аральского моря, вот такой серьезный конференции, я думаю, и разговор должен состояться не в формате двухторонних переговоров, а как бы с участием всех международных институтов, которые могут и заинтересованы в этом, потому что все мировое сообщество заинтересовано, чтобы конфликта, разорвания конфликта с Афганистаном не было, чтобы наркотрафик прекратился, чтобы вот эти все миграции прекратились. Поэтому здесь нужно ставить вопросы именно таким образом и решать на более серьезном уровне. спасибо вам всем большое. Это очень важные рекомендации и советы, то, что вы даете. Мы надеемся, что мы со своей стороны продолжим с вами общаться, это, наверное, однозначно, а как там будут развиваться события дальше, мы посмотрим. Я благодарю всех наших уважаемых экспертов и надеюсь, что эта серьезная проблема будет решаться в духе добрососедства и справедливости по-человечески, потому что наш мир и так очень хрупок, как мы сейчас наблюдаем. И напомню, что сегодня с нами на связи были эксперты из Казахстана Булат Есекин, Рыскул Усобалиев из Кыргыстана, из Душамбе Хамиджон Арифов и Вадим Соколов из Ташкента, модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова. Больше аналитических материалов по этой и другим проблемам волнующих жителей стран Центральной Азии вы можете увидеть, заглянув на наш сайт по адресу www.kabar.azio Спасибо, что были с нами. Всем вам желаю мира и добра и до новых встреч. До свидания. До свидания.